Участвует ГОСТ 505-97-2017, в котором прописаны нормативные требования к дороге, в том числе и к дефектам. Конкретно в этом случае мы видим просаженную ливневку, решетку ливневой канализации. В соответствии с этим ГОСТом она не должна превышать 3 сантиметров. Здесь мы видим 7 сантиметров. То есть это отклонение, оно не нормативное и должно быть устранено в кратчайшие сроки. Ремонт был участок от Советской до Первомайской. Первомайская участок, он был в 2017 году. Мы эти данные проверим, потому что у нас тут другая информация. А когда здесь был ремонт? Здесь я не помню когда, в ближайшем обозримом прошлом не было. На этом участке ремонта не было? Тем более в рамках нацпроекта БКД. А вот что с этими люками происходит, почему они так вырезаны? Почему они так вырезаны, не могу сказать. Это, конечно, неправильно, они вырезаны. Но тут будет ремонт и все это будет учтено и будет сделано как положено. Когда будет ремонт здесь? Не могу сказать. Я управление дорог, это город планирует работы ремонтные. Есть ли у вас информация по планам ремонта по БКД? По региональным дорогам. По региональным? По городским не скажете? По городским нет. А от города у нас никого нет? От города, к сожалению, никого нет. А по региональным дорогам сейчас какая информация по БКД? Сколько денег выделяется? Сколько дорога будет отремонтирована? Ой, извините, я сейчас не готова сказать быстро цифру. Давайте не будем снимать. Делаем. 18-й год примерно. 18-й год примерно? Да, смотрите, официально тут пришел. Делаем, делаем. Гарантия до 22-го года. Ну, подождите, значит, они не в рамках БКД? Нет, ну, может быть, не в рамках БКД. Тем не менее, дорога на гарантии находится. Ну, это, конечно, нужно было их кого-то приглашать. Ну, понятно, то есть вы не можете отвечать за эту дорогу. Прибор показал, чтобы не быть голословным, вот я покажу, да, 113 и 98. Для новой краски, которой нет еще трех месяцев, и мы не можем применить понижающий коэффициент, здесь должно быть 150, здесь должно быть 130. Если это разметка прошлогодняя, мы уточним, то проходит. Если это новая разметка, то не дотягивает, так скажем, до нормы. Мы отправим официальный запрос и уточним, когда она была нанесена. Было бы странно, если мы, находясь в Липецке, не заехали бы на самую известную во всей стране улицу, улицу Меркулова. Ну, что вы пристали с этой дорогой? Ну, что вы пристали? Вот с этой дорогой. Я обещал, кто-то еще обещал. Как сделаем, мы вас пригласим. Она все-таки была отремонтирована, и вот сейчас видно, что есть по ней существенные все-таки нарекания. Дорога-то не сохранилась должным образом. Есть на ней и трещины, и шов разрушается, и есть вот покрытие, разрушение. И, конечно, улица уже требует ремонта. Сегодня мы провели инспекцию автомобильных дорог Липецка и убедились в том, что дороги по сравнению с прошлыми годами стали лучше. Новый ремонт держится дольше, и дороги качественнее. Если прошлые годы мы находили ямы на центральных проспектах, то сейчас ямы нужно искать на окраинах в частном секторе. И еще мы увидели здесь вот такие интересные решения на пешеходных переходах. Иван. Да, Митя, достаточно интересное решение. Липецк – это один из немногих городов, где мы встретили пешеходный переход, совмещенный с искусственной дорожной неровностью. Она, я померил, она соответствует ГОСТ. Единственное, что здесь не мешало бы добавить искусственного освещения дополнительного. И, возможно, при учете ширины проезжей части добавить в середину островок безопасности. Тогда этот пешеходный переход был бы полностью безопасным с точки зрения нормативной документации. Но даже уже такое начинание, оно однозначно положительно. Да, потому что в городах мы собираем не только отрицательные моменты, но и положительную практику. И чиновникам из других городов стоит обратить вот на такие элементы обустройства дорог пристальное внимание. Поэтому за безопасность мы ставим оценку 4, а по дорогам 4 с небольшим минусом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...